Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Лир Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как и почему иномарка залетела под ладу в Верхнеуслонском районе. Там просто пешеход выскочил на дорогу и убегал, все по тормозам. Страшные последствия неосторожного отдыха. Выехали на воду, что-то зацепилось, перевернулась лодка. Гибель людей на воде. И как дачники сами себя обложили опасностью и чуть не сгорели. Очень сильно горел, трес такой стоял, бутылки там разрывались, разлетались. Это и не только. Прямо сейчас. Предотвратив наезд на пешехода, спровоцировал крупную аварию. На трассе М7 недалеко от поселка Десятидворка в Верхнеуслонском районе столкнулись автомобили «Лада» 14 модели и «Шевроле Авео». В результате иномарка заехала под подлетевшую 14-ю. В таком положении они и остановились. По предварительной версии водитель отечественного автомобиля резко затормозил, чтобы пропустить вышедшего на трассу пешехода. Тогда-то в него сзади и въехала иномарка. Что спасло водителей от более страшных последствий, расскажет Анна Граднова. Там просто пешеход выскочил на дорогу и убегал, все по тормозам. Водитель отечественного автомобиля рассказал, ехал в сторону города. Скорость, говорит, в плав пределах допустимого. Считает, что правила не нарушал. Но в какой-то момент прямо перед ним на пешеходный переход вышел человек. Его не смутило, что движение было очень оживленным. И убеждаться, что его пропускают пешеход не стал. Мужчина за рулем Ладу успел затормозить и остановить свое транспортное средство. Однако, едущий сзади него водитель Chevrolet Avius реагировать вовремя на произошедшее не успел. Столкновение произошло в следующую секунду. Удар был такой силы, что Ладу подбросило вверх. И она врезалась в отбойник. Иномарка залетела под нее. Водитель, конечно, расстроился, но признал, что последствия могли быть куда страшнее. Пешеходы автомобили не задели. Вылажил, я так понимаю, вероятность того, что вы могли вообще как бы прокручиваться, да? Все бордюры не было бы, да? Говорит, что от выезда на встречную полосу движения и опрокидывания на крышу спас именно отбойник. В результате происшествия никто не пострадал. Оба автомобиля покинули место ДТП своим ходом. Водитель иномарки свою вину признал полностью. Анна Горанова, Новиса Минязова, Константин Бужуев, вызов 112. Два человека пострадали в результате серьезного ДТП в Пестричинском районе. В эти выходные на 860-м километре трассы М7 у поворота на поселок Нептун фура Вольво из Томска столкнулась с автомобилем Черри. По предварительным данным, 49-летний водитель легковушки при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил длинномер. В результате аварии фуру отбросило в пювет встречной полосы, а Черри была разбита с левой стороны. В результате ДТП водитель иномарки получил перелом ноги и руки. Шестилетняя девочка, пассажир, госпитализирована с переломом ноги. В Казанской больнице скончалась пятимесячная девочка. Ребенок попал в ДТП накануне в Высокогорском районе. На 45-м километре трассы Казань-Малмыш возле деревни Куркачи столкнулись Лада и Хонда. По предварительной версии, 28-летний водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали 5 человек. В Высокогорскую больницу в тяжелом состоянии доставили пассажирок Хонда, пятимесячную девочку и ее мать. Позже ребенка на машине перевезли в ДРКБ Казани, где она и скончалась. Пострадал мотоциклист. Серьезное ДТП произошло сегодня днем в Тюличинском районе на трассе Чистополь-Нижнекамск возле деревни Ачи. Там столкнулись Лада, 10-й модели и Байк. Водитель последний получил серьезные травмы. У отечественного автомобиля практически полностью смята передняя часть. Причины произошедшего устанавливаются. Пострадавший госпитализирован в больницу. Трагичный отдых. В набережных Челнах и Тукаевском районе утонули трое мужчин. Все они решили искупаться, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Трагические события произошли в разных местах. О причинах и последствиях расскажет Айрат Назипов. Всего за минувшие выходные в Тукаевском районе произошло 4 ЧП на воде. В первом случае обошлось без жертв. Челнинская семья перевернулась на лодке, в результате чего ребенок получил травмы. Выехали на воду, что-то зацепилось, перевернулась лодка. Начали звать на помощь. Подъехало судно моторное и нанес неправильный подход, во-первых. Во-вторых, неумело действие, скорее всего, и повреждение руки у племянницы. В трех других случаях купание закончилось трагедией. Утонувшие мужчины, поверьте сотрудников МЧС, находились в состоянии алкогольного опьянения. Это и есть самые распространенные причины гиблий людей на воде. Это недопустимо, это смертельно опасно. Просто люди должны это понимать, что они подвергают себе смертельной опасности. Еще до того, как начинают употреблять спиртное. Ну, следить надо за этим. Спасатель же не просто так сидит. Выгоняет таких людей с пляжа, ну или проводить их куда-нибудь. Были случаи, в основном это опьянения людей. Они заходили в алкогольном опьянении, теряли контроль, грубили. Судорога и все, человек тонет. Аномальная жара у нас стоит. Народ отдыхает на реке. Чтобы меньше употребляли спиртные напитки, если употребили, лучше на воду не выходить, беречь себя, своих родных и близких. На самом пляже, как и в любом общественном месте, не продают алкогольные напитки. В большинстве случаев люди приносят их сюда сами или приходят на пляж уже в нетрезвом состоянии. Айрат Назив, Марьям Файрушина, Ильдар Шайдулин. Вызов 112. Трагедии на воде произошли и в других районах Татарстана. В Ознакаевском районе возле поселка Тумутук утонул 17-летний парень из Башкирии. По предварительной версии, молодой человек отдыхал вместе с другом на берегу реки Ик. В какой-то момент он прыгнул в воду, проплыл несколько метров и исчез из виду. Тогда его приятель бросился на помощь, однако спасти товарища он так и не смог. Тело погибшего отыскали спасателя через несколько часов. Другой несчастный случай произошел в Пестричинском районе. В искусственном водоеме, созданном для полива, утонул пьяный мужчина. По предварительной версии, он отдыхал в компании друзей, пока в один момент не решил переплыть 15 метров водоема. 32-летний мужчина не рассчитал свои силы и начал тонуть. Его друзья ничем не смогли ему помочь. Спасатели обнаружили тело погибшего на пятиметровой глубине. Оно было извлечено и передано в руки сотрудников полиции. Еще одной трагедии на воде удалось избежать в Нижнекамске. Там местный житель едва не утонул, запутавшись в сетях. Инцидент произошел утром на камне недалеко от поселка Ильинка. Во время рыбалки у мужчины перевернулась лодка, а сам мужчина, запутавшись в сетях, стал тонуть. К счастью, к утопающему подоспели другие любители рыбной ловли и вытащили его на берег. На место ЧП выехали врачи, но от госпитализации 55-летний пострадавший отказался. Едва не сгорели от мусорной свалки, которую сами же и создали. Едкий запах и клубы дыма окутали садовое товарищество «Энергетик» в Нижнекамском районе. Здесь загорелся овраг с мусором. Поблизости с горящей свалкой дачные дома, которые оказались под угрозой. Пожарные винят самих огородников, которые не доносят свой хлам до специального контейнера. Подробнее расскажет Нафиса Минязова. Очень сильно горел, трес такой стоял. Бутылки там разрывались, разлетались. Страшно было. Татьяна Черкова отделалась легким испугом. От ее дачного участка до горящего оврага рукой подать. Пожар уничтожил все. Бутылки, посуду, мебель и даже запчасти автомобилей. Одним словом, свалку, которую устроили сами огородники. Пейзаж неприглядный, да еще и таящий в себе опасность. Огонь уже даже туда немножко переметнулся. Витки загорели соседей. Я давала звонить. Добрала быстро-быстро. Мне пока узнавали, какой адрес, куда ехать. Все подробно спрашивали. Тут уже вообще полыхало, не знаю как. Тут мусор же и всякие химикаты. Не знаю, что бросают бутылки. Какие-то эти ДСП. За 30 лет гора отходов выросла. Сейчас она высотой с двухэтажный дом и постоянно горит. К счастью, в этот раз никто не пострадал. Пожар успели потушить вовремя. Дознаватели выдвигают версию неосторожное обращение с огнем. Председатель садового товарищества энергетик-1 Айрат Галиев винит во всем самих дачников. Весь хлам они бросают не в контейнер, который находится на остановке, а сюда, в овраг. Что мешало ликвидировать свалку раньше, мужчина не ответил. Ответить за ее существование может само товарищество. За складирование мусора в неположенном месте полагается штраф для физических лиц от 1000 до 3, для должностных лиц 10, а для юридических до 100 тысяч рублей. Нафиса Минязова, Альбина Валеева, Евгений Лызаев, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова